всем привет я хочу вам рассказать как можно реально быстро поставить любой более менее нормальный сайт это интернет-магазин либо какой-нибудь блог неважно самое главное это делается действительно очень быстро и очень дешево там где-то 200 рублей в месяц вам достаточно чтобы оплачивать хостинг что вам надо вам нужно будет какой-нибудь хостинг я открыл вот этот хостинг просто потому что им пользуюсь называть его не буду они не платят но это так между прочим вы так видите все на экране и нужно будет где-то купить домен насколько я знаю домен можно купить и здесь на этом сайте но я обычно использую другой ресурс вот здесь покупаю домены так вот вам нужен домен и нужен хостинг как можно подобрать домен домен это адрес нашего сайта допустим я хочу чтобы мой сайт назывался супер гупер домен но мне нужно проверить свободен ли этот домен могу ли я его купить соответственно я ввожу вот сюда панель search обычно это функция называется ху из типа кто использует домен проверю и вот видите нам в данном случае повезло он абсолютно свободен мы можем его купить за купить за 200 рублей вот на данном домен нам скажем так хостинге или как сказать доменном магазине у меня уже несколько на самом деле купленной доменов я хочу этот домен токи шо привязать к хостингу то есть чтобы любой чувак мог забивать соответствующий адрес да и приходить на мой сайт как-то сделать вы должны будете перейти по этому домену как я это сделал данном случае и поискать dns сервера неважно какой вы используете магазин доменов скажем тогда у них у всех есть dns в данном случае я должен у своего хостинга взять dns и прописать этот dns магазине доменов то есть вот например здесь на хостинге у меня есть вкладка домены и под домены и здесь вы увидите сразу dns указаны в левом баре соответственно и вот эти два штуки уже добавил сюда вы видите добавленный сохранил обычно предполагается что после таких манипуляций нужно подождать какое-то время ваш сайт сразу не появится я где-то вчера вечером это сделал и сегодня с утра у меня уже работает так у меня уже вот работает работает эта ссылка я могу перейти по ней да но сейчас тут не прилинкован не привязан никакой сайт то есть сайта нет но по крайней мере мы видим что хостинг ответил все хорошо работает и так значит еще раз вы заходите на свой хостинг вот сюда значит личном кабинете домены и поддомены копируйте вот этот dns заходите в магазин доменов выбираете мои домены выбирайте свой домен и и выбирайте dns сервер и вставляете сюда соответствующие хостным из своего хостинга далее через где-то полдня или сутки вы сможете пройти по этому домен и проверить его работоспособность теперь как развернуть сайт мы возвращаемся вот сюда на вкладку хостинг здесь есть вот сайты уже я просто просто на всего уже один тут добавил через вот эту вот вкладку можно будет добавить сайт вот кстати данных вообще чем хороши хостинги вы можете расширять количество сайтов которые вам необходимы это можно делать где-то в настройках например здесь сайты так так прошу прощения назад давайте щелкнем сюда в тариф нам нужно будет изменить тарифный план кстати данный тарифный план видите довольно дешевый да то есть там меньше 200 рублей здесь вот я могу увеличить любое количество сайтов до легко перед переключить сразу тариф то есть прям буквально на лету до перейти вот в эту вкладку опять мы видим что теперь у нас четыре сайта из трех и вот здесь я соответственно могу вести свой какой-нибудь домен ну допустим супер-пупер если мы его купили дай вот соответственно могли бы добавить видимо он уже добавился да вот кстати появился вот ну и вам как бы придется какое-то время подождать так вот как он только при линкуется вы можете создать сайт переходим сюда например смотрите у нас есть здесь вкладка cms и тут мы видим довольно большое количество различных готовых сайтов которые можно уже использовать например универсальные типа wordpress а до всякие друплы шмруклы джунглы и либо интернет-магазин то есть очень мощная структура да вот я выберу open card в данном случае итак у нас предупреждение для установки cms нужен пустой сайт которому прилегован хотя бы один домен сейчас мы не сделали еще одну манипуляцию мы не привязали наш домен к нашему сайту на данном хостинге не знаю может другие хостинги по-другому работает но вот этот просит соответственно мы переходим на вкладку сайты и попробуем это сделать то есть перелинковать здесь есть такая кнопочка прикрепить домен просто нажимаем ее соответственно после того как вождена из обновиться в течение я уже говорил суток может быть раньше по разному бывает у вас здесь пески появится соответственно этот сайт вот я выбираю значит свой домен изменение вступит в силу в течение 10 минут ну я думаю что он сразу привяжет но если что я нажму паузу вы это не заметите это я удалю так как мы не купили с вами сайт не прописали dns это все но мусор да так вот вернемся в хостинг открываем еще раз 7 с так здесь вот open карты либо вот фильтр до интернет-магазин open card все теперь все готово все что нам надо здесь это указать свои данные в общем тут логин администратора ну пусть будет какой-нибудь такой вода соответственно добавлю пароль и тут еще есть расширенная установка базы данных можете такой же принципе пароль добавить продублировать хотя она вам нам не пригодится если честно вы можете не использовать этого ну ладно может не обязательно это хорошо уст установить sims установлена так вот он просит так ждал я примерно минут пять то есть меньше десяти даже минут до и вот такой вот сайтик уже запустился как видите интернет-магазин готов все фактически вы можете уже его использовать если мы хотим зайти например в административную панель то нам нужно будет набрать после нашего домена слэш админ админ и тут набрать соответствующий логин да и вот тот самый логин которым мы указывали при регистрации нашего сайта и вот пожалуйста админка то есть админка довольно интересно довольно простая довольно мощная тут можете товары всякие добавлять сюда же очень легко платежную систему подключить но этого опять-таки много на самом деле виде видосиков на ютюбе кида я надеюсь что буду подключать платежную систему потому что это реально как бы сайт я пытаюсь его пытай как бы хочу чтобы он работал да вот я сейчас у своего банка узнаю там системы эквайринга и если все окей спрошу как подключается обычно такие популярные эсиме ски чем хороши у банков уже есть готовые модули вы просто качаете плагин да и ставите сюда вот я у них прошу узнаю они никак не отвечают почему-то не знаю почему они не отвечают надо быть менеджер позвоните спросить в чем дело вот но в общем все по сути сайт готов меня конечно с объяснениями ушло наверно больше времени но по факту за 5-10 минут сколько 500 рублей первый месяц и последующие 200 рублей у вас уже довольно неплохой сайтик есть да и кстати русская версия сразу и даже не надо его переводить я просто видел всякие блогеров которые рассказывают ну знаете там у них там проплаченные хостинги они там предлагают один чувак например предлагал там какую-то виртуальную машину поднять нахера это надо чувак вот пожалуйста довольно простая система до зашел там копейки заплатил и пользуйся вы там не знаю домохозяйка который хотите хочет рецепты выкладывать пожалуйста запускайте например wordpress по такому же принципу да вот то есть здесь списке 7 всегда можете выбрать что угодно вот либо вы видели как и легко я мог увеличить свой тариф тарифный план да у нас здесь есть уже там четыре сайта давайте верну назад чтобы не переплачивать сколько там кстати стоит разница то какая ну тут довольно существенно кстати разница 200 где-то 50 рублей сразу накидывается да вот поэтому выгоднее иметь вот два минималка стоит 190 и вот у меня 31 чистый экспериментальный там сайте кстати этот хостер вам еще и предоставляет тестовый домен то есть у вас сразу будет домен который вы можете накинуть какой-нибудь сайте да вот этот вот беги так это они предоставили мне всегда есть всегда активен вы можете с ним экспериментировать что самое главное хотел сказать сейчас вообще вы знаете да чтоб для хорошей оптимизации там google и в яндексе все такое да нужно качественный сайт во первых также там всякие обязательные теги и так далее у open карта уже все готово да это очень круто это очень здорово но чего нам не хватает видите у нас написано not secure то есть не хватает протокола у нас сейчас обычные стандартные степи нам нужно переключить на и степи с так называемый чтобы эта фигня но секрет пропало это делается безумно легко вообще легко как это сделать я сам покажу переходим вот в панель хостинга почему я думаю это любой хостинг так делает вот жмакаем сюда на шестеренку и здесь видите есть сразу установить установите сел сертификат все тут ничего особо не надо бесплатно сел сертификат они кстати действительно бесплатные вот если бы вы там делали какой-то супер-пупер свой сайт не надо этот дерьмо всякая по есть значит варианты заказать сайда но это скорее такие супер дорогие именные сайты но это не знаю бесплатный вы можете самостоятельно генерировать и финица нужно там каждый месяц продлевать до но хостинг их автоматически продлевает так в общем все заявка на выпущенный сертификат запущена так теперь можно попробовать набрать и степи с так сейчас вот и степи с неактивен нам надо будет поджать какое-то время вот и он должен опуститься хотел сразу рассказать ну так как основная часть уже прошла сайт мы установили можете побаловаться с ним да вот что значит по поводу дизайна до ноги горят они вот вы можете услышать особенно всяких шараши которые вам предлагают сделать деньги там за сто тысяч условно говоря до рублей они вам предлагают одну из фишек это уникальный дизайн и пытаются пропихнуть вам свои услуги в качестве уникального дизайна на самом деле забейте на дизайн вообще забейте никакого смысла нет в уникальном дизайне если вы возьмете какие-нибудь более-менее популярные сайты там всякие там условно говоря там не знаю динс майонез там да это не знаю ну то есть такие интернет-магазины различные у них дизайн более менее похожий он очень похож там цвета только разные зачем вам платить бешеные деньги непонятно зачем за что это самая главная задача чтобы сайт был минималистичен то есть вот как этот варианта тут ну не придерешься и кстати говоря open card очень много бесплатных дизайнов если уж вам совсем нужно дизайн прямо непонятно зачем да но надо можете поискать бесплатные варианты либо купить что-нибудь недорогое но самое главное самое главное что нужно на сайте это всякие такие удобные контролы до типа поиск корзина с правой стороны там баннер там ну и так далее потому что люди привыкают к определенному расположению контролов вот например если мы возьмем то же самый windows да мы знаем что у нас например кнопочка закрыть правом верхнем углу а если вы пересядете на континент линуксовый юайда или там macos то внезапно закрыть окажется слева что немножко путает windowsовых пользователей то есть понимаете сразу начинается разрыв шаблона зачем вам это используйте стандарт абсолютно стандартные вещи такие не надо никакой уникальный дизайн все бред если у вас безумно много денег ну поиграйтесь а так нет смысла и и в общем да все пользуйтесь радуйтесь наполняйте товарами я потом попробую это все наполнить своими товарами вот да по поводу сертификата я вижу здесь вот предупреждение до что выпуск сертификата может до нескольких дней быть ну обычно это я думаю часу конечно уходит но в общем тут придется конечно подождать в общем я подождал тут минут 15-20 и у меня теперь теперь с работает но единственного такие вот такая вот ситуация все поехала не так как надо вот почему потому что здесь некоторые элементы внутренние внутренние сайта да они обращаются по старому и степи обычному да кстати говоря обычный степи если вы мы перейдем на и степи без с да все работает а вот если мы перейдем на степи с да то мы видим вот эту ошибку потому что как даже горилл ресурсы пытаются обратиться к старому до степи что мы делаем мы заходим по старому вот степи в админку так и здесь настройках и здесь настройках значит система настройки так 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 да вот карандашик этот сервер опускаемся ниже и ищем сисел вот на сисел выбираем да как тут сохранить то вот сохранить то есть сайт абсолютно интуитивный да то есть я вот как бы даже не знал где кнопочка сразу нашел до что сохранить либо внизу либо верху что вот я люблю в готовых системах здесь вот написано для использования сисел убедитесь что ваш хостинг поддерживает то есть мы с вами полностью настроили хостинг для того чтобы работать с этим и степи с так я нажму паузу надеюсь ничего не грохнет не грохнется потом вернусь а я не успел даже нажать паузу все заработала настройка успешно изменены так ну и что теперь у нас кстати почему тут старая да вот и степи написано попробую перейти control f5 ничего не помогает да так в общем я тут почитал в чем может быть проблема видимо все таки придется лезть в редактирование файлов но и не пугайтесь мы сильно особо не будем заморачиваться да у вот этого хостинга есть возможность открыть файлы прямо отсюда переходим в сайты так и где-то здесь папочка нарисована да вот эту папку мы открываем то есть это наши сайты с вами блин пытаюсь избавиться от паразита то есть слово паразит то есть в 10 есть конфиг у нас в самом корне папке до корневой папке конфиг так что-то день редактирование должно быть да так я просто нажму два раза кнопкой мыши левой кнопкой мыши такая ерунда открывается у нас да и и вот здесь вот где ищите тебе сервер нужно будет поставить с такую до сохранить и вот где у нас был с вами вот этот вот файл до кое смысле папка паблик и сети html заходим также в админ и здесь есть еще один конфиг видите получается в корне в корне папки есть конфиг который мы с вами изменили то есть уже поставили степи с и еще также нужно будет в админке сделать вот здесь вот конфиг проставим с вот в этих вот двух строчках сохраним и вот мне помогло это сразу не уверен что именно это помогло да ну по крайней мере вот редирект работает если открыть панель управление в google хроме мы видим что вот у нас запустился редиректа 301 да вот мурт перманентный в общем все я думаю что теперь все адекватно должно работать значит имейте ввиду что если теперь с очень обязателен для гугла и яндекса потому что они любят когда сайты с такой штучкой если увидите вдруг а ну то есть теперь если вдруг видите сайт и без него но это таки не очень продвинутые ребята делают потому что это очень важно на самом деле для поисковых систем используйте обычный обязательно ищите без вот мы все на этом все я надеюсь надеюсь вам по мне не сильно вы на меня злы потому что я иногда сумбурно рассказывал дело в том что я сам ты как бы особо не сильно много настраивал в opencart не сильно с ним работал да но вы видите как просто тут даже без особых знаний вот у меня 10 лет опыта разработки там многие нюансы я понимаю легко гуглю но тем не менее даже здесь где-то плавал приходилось возвращаться к документации еще к чему-то а и кстати если вдруг произошли какие-то проблемы у вас с хостингом они очень хорошо отвечают очень быстро и легко буквально в течение получаса вы получите ответ от них в поддержке можете написать например письмо и они ответят вам вот так что все спасибо еще раз вы извините что так сумбурно как раз оставил буквально вот решил сделать интернет магазине большой попробовать и сразу записать вам что вы посмотрели как это делается и вот если получится с моим банком договориться получу от них платежную систему покажу как настроить реальную настоящую платежную систему вот такие дела